РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ Детская выездная палеотивная служба – это совершенно особое направление в медицине. Это помощь деткам с незлечимыми заболеваниями, которым уже не могут помочь в больнице. После диагностики и поддерживающего курса лечения их выписывают домой, и они нуждаются в постоянном уходе. И этот уход чаще всего им обеспечивают их мамы, которые в такой ситуации нередко становятся матерями-одиночками. Почему так получается – отдельный большой вопрос. А сейчас хотелось бы поговорить о другом – о том, как можно помочь таким семьям. Среди тех, кто обеспечивает палеотивный уход на дому, есть и служба помощи милосердия. Подробнее о том, что делают специалисты этой службы и чем им можно помочь, поговорим с пресс-секретарем службы милосердия Анной Овсяниковой. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. Детская палеотивная помощь – это одно из направлений, которые сейчас развиваются, но темпы, наверное, развития должны быть большими, чем мы имеем на сегодня. Чем в этом смысле можно вам помочь? Расскажите о самом направлении и о том, в какой помощи вы нуждаетесь. Да, наша детская палеотивная служба, она с 2011 года работает у нас в Москве. И, конечно же, несмотря на то, что у нас на попечении постоянно находятся около 100 семей с тяжелобольными детьми, конечно же, этого недостаточно. И таких детей, которым нужна помощь, намного больше. Но мы сейчас вот едва справляемся с тем, что имеем. С теми подопечными, которые у нас есть, пожертвований на палеотивную службу нашу не так много сейчас, а потребности по-прежнему очень велики. Потребности, конечно же, и на оплату работы специалистов, которые задействованы в службе. Это и врачи, и медсестры, и сиделки, психологи, социальные работники. И, конечно же, на расходные материалы, которые... Это существенная такая статья расходов для семей, у которых тяжелобольный ребенок. То есть специальное оборудование, и памперсы, и пеленки, и средства гигиены всевозможные, и лечебное питание. А все это тоже мы стараемся обеспечить подопечным, потому что понимаем, что зачастую, к сожалению, семья, в которых растет ребенок с каким-то неизлечимым заболеванием, это неполные семьи. К сожалению, чаще всего из таких семей уходит отец, и мама оказывается привязана к своему ребенку постоянно. При этом каким-то образом нужно пытаться свою семью содержать. И без поддержки им справиться очень сложно. Какого рода поддержку вы оказываете таким семьям? Совершенно разная. Во-первых, надо сказать, что это помощь на дому. То есть палеотивный ребенок, который не может сам себя обслужить, и у которого мама привязана к нему круглые сутки практически. И, слава богу, что выездная палеотивная служба дает возможность не госпитализировать ребенка каждый раз при каком-то обострении, а все-таки оказывать помощь на дому, не вырывать каждый раз ребенка из домашней обстановки. Это значительно уже упрощает жизнь и упрощает эмоциональное состояние ребенка. То есть на дому семью посещают и врачи, и сиделки. Сиделки обеспечивают так называемую социальную передышку. То есть пока сиделка находится с ребенком, мама может совершенно спокойно пойти оформить какие-то документы, просто погулять, сходить в конце концов сама к врачу. То есть совершенно разные потребности, о которых мы можем даже не задумываться, а для мамы больного ребенка это реально становится очень большой проблемой. И это вот такого рода помощь. И потом, конечно, очень важна вот у нас сейчас буквально висит просьба. Мальчик с спинально-мышечной аммиотрофией практически обездвижен. У него только руки сейчас работают. И у него мама, которая как раз одна его воспитывает, не может даже позволить купить себе специальную кровать для него. А специальная кровать открыла бы ему совершенно новые возможности. То есть он сможет сам переворачиваться, сможет сам приподняться на этой кровати. Для такого ребенка это уже существенное облегчение жизни. А для мамы тем более, потому что маме не нужно будет каждый раз поднимать его на руках. Это, в общем, тоже дело такое непростое. Я так понимаю, что вы собираете деньги и адресно для конкретных деток, и собираете в целом на то, чтобы у службы были какие-то ресурсы помощи тем, кто обратится неожиданно, может быть, даже. Чем в этом смысле можно помочь? Куда деньги направить? И как понять, кому сейчас вы собираете? Кому помощь в первую очередь необходима? Ну, мы, собирая как бы на конкретных детей, в принципе, собираем на службу, потому что прекрасно понимаем, что нужно каким-то образом обеспечить помощь всем тем детям, которые у нас находятся в нашем попечении, в паллиативной службе нашей. Помочь можно, оставив смс со словом «хоспис» и «сумма пожертвований» на короткий номер 7715. 7715 – слово «хоспис» и «сумма пожертвований». Эти средства как раз пойдут на поддержание работы детской паллиативной службы во всех его проявлениях. То есть это и оплата работы специальности, с которой они задействованы, и покупка лечебного питания, допустим, для детей, да, и покупка оборудования, вот как я, например, сказала, со специальной кроваткой. Вот, то есть таких нужд очень много, и, конечно, вот на все это нужны деньги. А где можно подробнее ознакомиться с работой этого направления вашего? На сайте «милосердия.ру» есть подробная информация обо всех наших проектах, в том числе, конечно, и о детской паллиативной службе. Спасибо вам. На связи с нами была Анна Овсянникова, пресс-секретарь службы помощи «милосердия». Напомню, короткий номер для смс – 7715. В сообщении нужно написать слово «хоспис», затем пробел и сумму, которую хочется перевести, например, 50 или 100, а может быть и больше. Спасибо всем, кто откликнется. Спасибо. Спасибо.